Здарова народ, с вами Илья, это Игра Дени, новый топ игрушек на Android и iOS девайс. И сегодня я предлагаю посмотреть крутую подборочку мобильных игрушек, которые думаю многих затянут как минимум на несколько дней. Ну а вы прямо сейчас напишите в комментариях, какая платформа для игр по вашему мнению лучше, iOS или Android. И напишите именно почему. Интересно будет почитать и давайте устроим такой формат. Также устраиваем конкурс с подарками и разыгрываем 1000 рублей среди подписчиков. И все что нужно для участия это подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и как раз таки написать комментарии, из которых я выберу победителя. Также еще ребят, сделайте репост этого видео у себя во Вконтакте, напишите мне об этом, что сделали репост. И я сам лично вам нарисую граффити на стене и возможно даже покажу в следующем своем топе. В общем давайте делайте репосты, будет круто и не теряем время, поехали. И первая игра на сегодня это Warspear Online, классическая 2D MMORPG на русском языке, в которую играют уже миллионы игроков. И я собственно в том же числе. Это игра для тех, кто любит хардкор, сложные задания и общение. В игре много игровых механик и богатая ролевая система. И что круто, тут постоянное обновление. Как раз сейчас в игру пришел праздник весенней луны. И это очень здорово. Новый лунный год несет в себе много надежд и планов, но угроза появляющаяся из морских глубин может все уничтожить. Мы должны поднять оружие против древнего зла и защитить аренар от чудовища. Ну а в награду за нашу смелость нас ждут реликвии, смайлы, прически, прислушники и многое-многое другое. Вообще события классные, так что принять участие в этой движухе точно стоит. И ссылки все будут в описании. Как вы понимаете, традиция отмечать праздник весенней луны очень полюбилась всем жителям аренара. И вот, в общем-то, все это украшают яркими фонариками и фейерверками. Однако есть и темная грань всего происходящего. И нам нужно прогнать чудовище по имени нянь. Он хочет все разрушить, ну а нам нужно ему помешать. Так что гоу сюда, давайте подключайтесь. Идем далее. И следующая игра это Battle of Arrow. Офигенная мобильная игра. Battle of Arrow это игра, состоящая из бесконечного ПВП с реальными противниками. Побеждает тот, кто первый на скаку выбьет из седла противника. А помогать нам в этом будут арбалеты и разного рода луки. Естественно, игрокам придется собирать оружие, предметы, улучшать навыки, чтобы победить. Dark Prizen. Здесь вы играете за протагониста, чья дочь имеет иммунитет против вируса, опустошившего нашу землю. Ее похищает группа наемников и вам, очевидно, предстоит ее спасти. Разработчики называют игру инновационный RPG с крутой графикой, уникальной сюжетной линией, элементами экшена и приключений, где только от игрока зависит судьба местного мира. Бета-тест мультиплеера в Mario Kart Tour уже доступен для всех желающих. Вам нужно всего лишь загрузить игру и выбрать режим мультиплеера в главном меню игрушки. Поиграть можно как в обычные матчи, где противники выбираются случайным образом, так и против друзей или пользователей поблизости с нами и с игрой. Battle Prime в игре стартовал второй сезон. Battle Prime это динамичный мультиплеерный шутер с видом от третьего лица и суперсовременной графикой, в принципе, консольного уровня. Здесь идет боевой пропуск второй сезона и нам доступны новые задания, а также награды. Mind Golf офигенная голомка на Android. И, кстати, игра сейчас бесплатно распространяется, так что успеть ее быстрее заполучить, скоро эта акция закончится. Цель игры это перенести мяч в лунку, но это только кажется так просто, на деле же это максимально сложно. Тут нужно подключить смекалку на максимум, чтобы справиться с поставленной задачей и порой голомки решаются вообще нестандартными путями. Этим игрушка и цепляет, тут, кстати, 50 различных уровней, так что точно станет на долгое время. Fun of Guns неплохая фановая игра для мобилок. В игре вас ждут динамичные бои, различные захватывающие режимы, которые просто не дадут вам скучать. Играй с друзьями, объединяйтесь в кланы и сражайтесь с игроками по всему миру. Dodo Peak. Красивый и довольно оригинальный аркадный платформер для Apple Arcade. По пятам за птицей заследуют ее детеныши, поэтому ваша задача не только смотреть вперед, но и следить за тем, какая опасность настигла ваш хвост. Maze-машина. Довольно симпатичная игрушка. Здесь вы играете за проклятого героя, заточенного в лабиринте, из которого нужно выбраться. Каждый с вами подвечает за определенные действия, а именно перемещение на соответствующую клетку или атаку. Главная же сложность именно в том, что и главный герой, и противники двигаются одновременно. GTA Samp. Снова приглашаю вас на лучший сервер по сампу, а именно Mordor Roleplay, на котором я сам лично играю. Я на днях буду записывать новые летсплей здесь, так что буду рад увидеть именно своих подписчиков. Заходите в игру и, возможно, попадете в мой выпуск. Недавно в игре, кстати, было крупное обновление, там много всего добавили, так что тоже чекните. И, кстати, юзайте мой промокод. Ну и последняя игра на сегодня, и это старый добрый Tetris, игрушка на Android и iOS в новой интерпретации. Игра Tetris это одна из самых популярных электронных игр всех времен, сотни миллионов игроков по всему миру. Это простое в использовании, но сложное в освоении, лучшая игра ГОЛОК. Так, ну что, ребята, на этом наш топ подходит к концу. И, как обычно, жду от вас лайки, комментарии. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в теме всех мобильных игрушек. Ну и напишите, какая платформа, на ваш взгляд, лучше, iOS или Android, интересно будет узнать. Ну и заканчиваем на сегодня, так что до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok